В финал винеров вышли игроки команды Empire, ну и, соответственно, Вичи Гейминг вы это прекрасно видите, а вышли, собственно, почему? Потому что наказали в первом же этапе своих оппонентов, Бёрден отправили имперцы вниз, а Вичи Гейминг отправили Нипов, если не ошибаюсь, в нижнюю сетку, и теперь вот у них месиво. Но оно было тогда, мы сейчас его комментируем. Напомню еще раз для тех, кто забыл или для тех, кто только подключился, это ребродкаст, это матч, который уже был сыгран 9 мая. Этого года совсем недавно, но который мы, в силу некоторых причин, о которых грустно говорить, не стримили. Теперь поэтому стримим, по сути, это лайв, только лайв, не лайв трансляции. Я у микрофона сейчас сижу онлайн, поэтому, если что, задавайте свои вопросы в чате, можем некий интерактивчик организовать. Это не проблема совершенно. Ну и для тех, кто не смотрел, в принципе, спойлерить не буду, матчи, по идее, должны быть интересными, я сам специально не смотрел их. Команда Вичи Гейминг забрала себе Андаинга, Рубика, Фантом Лансера и Инвокера. Инвокер пойдет на миды. На миде Инвокер будет стоять, возможно, опять против Резолюшена на Бестмастере. В прошлой катке Бестмастер от Резолюшена на мидлейне стоял абсолютно на равных против Шторм Спирита, на котором играл Супер. Квин оф Пейн... нет, да, 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 да. Квин оф Пейн у нас есть в пике, поэтому, скорее всего, Резолюшен заберет себе Квапу, а Бестмастер может быть смело для Йоку пикнут и отправится в сложную. На легкой линии будет Бэйн и Луна от Сайлента. Как мне видится, других вариантов тут, в принципе, адекватных быть не должно. Ну, еще один герой нужен в Триплу. Или в Триплу, или Лесник. Хотя Эмпайр сами избавились от Лесников, забанили Чена и забанили Энчу, я вижу. Поэтому Лесников так-то и раз-два и обчелся. Фурион разве что, но Фурион как-то в пик все не попадает. Вроде его и поднимали, вроде и добавили крутейший Аганим. Вроде и сам по себе он парень очень деловой и Интернешнл должен был бы в мету войти, но пока нет Фуриона. Нет Фуриона и, судя по настроениям, команд не предвидится. Командовичи Гейминг взяли себе крутого мидера, роскошного Лейтовика, который идеально контрится Луной. И Андайенга с Рубиком. Тоже пара саппортов дикая на самом деле. Вот и Туск, о котором я говорил в прошлом матче. Туск, которого обычно забирает Алоха Дэнс и который привозит огромное количество с собой в Сноуболе. А там, пиши, пропало. Там, если у Луны будет БКБ, он, скорее всего, будет Луна, которая с Эклипсом прилетает и разваливает половину команды Вичи Гейминг. Это, конечно, неприятность. Ну что, Вичи Гейминг. Последний пик от них. Фантом Лансер, скорее всего, будет фармить в трипле. Рубик Андайенг его саппортит. Ну и оффлейнер нужен команде Вичи Гейминг, как мне видится. Если, конечно, Андайенг у нас не пойдет в сложную соло. Тоже может. Через ДиКей можно постоять не так критично. Полторы минуты остается у Вичи Гейминг. По пику, в принципе, игра относительно долгой должна быть. Команде Вичи Гейминг, Крофизнесу, надо выводить Фантом Лансера в ДиКей. Не такой лейт, чтобы против Луны Квапы Бестмастера здесь сражаться. Но основная задача команды Эмпайр, я думаю, в мидгейме закончить данный матч. Посмотрим, посмотрим. Первую игру команда Эмпайр выиграли. Причем выиграли с явным преимуществом. 16-32, если не ошибаюсь, по счету. Все это за 22 минуты. Все это было быстро, роскошно, стильно, модно, молодежно. Команда Вичи Гейминг написала ГГ. Как будет в данной катке, не знаю. Ну, догадываюсь, но не знаю точно. Вичи Гейминг 35 секунд имеют на то, чтобы выбрать последнего героя. По всем вообще предположениям, по стандартной логике, здесь не хватает оффлейнера. Если разве что Undyne не пойдет в сложную. Но вот команда Эмпайр думает, что здесь саппорта не хватает. Забанили Вич Доктора под данную комбу. Кто-то нужен, кто будет стоять соло. Вряд ли это будет Undyne. Хотя, опять же, опять же, не знаю. Не буду гадать. Может быть, поэтому я частенько избегаю аналитики до четвертого пика. Чтобы не сочинять ерунду, которая потом превратится в опровержение от команд. Сэнкинг, от команды Вичи Гейминг. Забанили всех лесников, игроки команды Эмпайр. Ну, всех, да не всех. Сэнкинг тоже здорово может стоять в лесу. Ну, совершенно непроблематично через Сэндшторм выфармливается тебе и даггер, и все вспомогательные артефакты. А дальше иди бейся, дальше эпицентр, дальше больно. Команда Эмпайр забрала себе. На мидлейн все-таки Бестмастера. Резолюшн берет себе Бестмастера. Так, так, так. Никаких автоматических камер. У нас есть руки. Так вот, по Империи. Резолюшн на Бестмастере у нас отыгрывает. All of a Son of Light забирает себе Бэйна. Йоку будет играть на Квапе в сложной. Алоха Дэнс берет себе Туско. И Сайлент будет играть на Луне. Для команды Вичи Гейминг. FY забирает Сэнкинга. Супер берет себе Инвокера. Ice 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 будет все-таки на Андайинге стоять. Соло Хао берет себе Фантом Лансера. И Фенрир будет играть на Рубике. Простенько. В принципе, простенько со вкусом. Команда Вичи Гейминг, по идее, имеет очень сложно убиваемый пик. Во-первых, здесь Инвокер, который просто заноза в заднице любой команды. Эти Торнадо, эти ЕМП. Вряд ли супер у нас будет экзортовым Инвокером. Уже прокачал квас. Уже, скорее всего, по классике здесь будет тебе и колд снэпы, и Торнадо, и... По приземлению ЕМП под ноги. Все это очень неприятно. И без маны команда Эмпайр выглядит тухловато на самом деле. Вот. Тут тебе и Андайинг, который не даст не уйти, не умереть как минимум одному герою своей команды. Ну и Фантом Лансер, который чем дальше, чем ближе к Лейте, с каждой секундой все опаснее и опаснее становится. Нелегкая задача, стоит сказать, у Сайлента в данном матче. Сайленту придется сражаться с армией ПЛов, и это нелегко на самом деле. Как Лейтовик, конечно, ПЛ одна из наиболее мощных фигур в доте. Поэтому Сайленту затариваться надо помощнее, чем ПЛ. И дэмэджа надо много, и те же Глэйвы должны быть прокачаны. Иначе иллюзии, сами знаете, что сделают с любым игроком команды Эмпайр. Иллюзии, конечно же, Фантом Лансера. Трипло отправляет команда Империя на сложную линию. Хао здесь стоит в окружении саппорта одного и Фа. Если что, будет выходить. Undying у нас в соло стоит на сложной против Йоку. Йоку стоит здесь в легкой, тоже в соло. Ну и Трипла в итоге против Даблы стоит со стороны команды Вичи Гейминг. На мидлейне у нас Инвокер от Супера и Бистмастер от Резолюшн. Резолюшн. Резолюшн уже с Батлом. Инвокер, в принципе, по классике с Нул Талисманом. Дальше, если будет Ботл, то чуть-чуть попозже. Если не будет, то сразу будут Фейсбуцы. На топ-лейне, в принципе, у команды Эмпайр проблем быть не должно. Фенрир и Хао, Рубик и Фантом Лансер против данной комбинации не опасны. На самом деле, Хао у нас. Доппергангер имеет и сразу же его юзает Хао. Быстренько валить отсюда не самые дешевые скиллы для Пэээла. Котла рядом нет, поэтому даже с Перетландцем здесь побросаться особенно не получится. Всего 350 монопул. Для Пэээла это 2 копья и 2 доппергангера. На этом она у Хао заканчивается. Поэтому, если в нон-стоп его гнобить, если постоянно юзает Сноубол 75-мановый, то можно, в принципе, Хао очень сильно жизнь испортить. Алоха Дэнс увидел у нас здесь и Фуайя на Сент-Кинге. Уже понимает, где находится Сент-Кинг. Ну, в принципе, это было понятно и до того, как в лес перетянулась команда Эмпайр. Надо было просто показать Фуайю, что будут здесь находиться игроки Империи, будут мешать ему фармить на Даггер. И чтобы он особенно не раскатывал Сент-Кинговые губы. Always wanna fly. Ловит у нас Телекинез на Фенрира. Врыв от Алоха Дэнса, Фенрира на Лоу Хэпэ. Еще один удар от Алоха Дэнс. Фёстблат уже пошел от команды Эмпайр. Дальше погоня за Сайлентом. Сайлент отпевается батлом. Люсин Бим по голове Фуайю. Фуай на Лоу Хэпэ, но Фуай живет. В принципе, должен по Тавр здесь уходить. Бежать за Фуайем не стоит. 1-0. Начало удачное для команды Империи. Не сильно просели по Хэпэ. Вообще практически не просели по Мане. Поэтому, если хотят файтиться дальше Вичи Гейминг, то Эмпайр могут им в этом помочь. Always wanna fly. Отходит подальше. Здесь был подкоп. Здесь был Телекинез. Не знаю, был ли вариант убить. Нет. Копья Аутхау еще не было. Поэтому быстренько, конечно, не справились бы с Бэйном. Тем более здесь есть Брэйнсап. Тем более здесь есть Найтмэр. В принципе, не проблема. Было уходить отсюда. Йоку на нижней линии в это время 12 на 4. Против него Undying 10 на 4. Ice 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 на ура здесь. Отыгрывает. Вообще, кстати, данные два коллектива, Империя и Вичи Гейминг, лично в моем рейтинге лайнов, славятся своими крутейшими оффлейнерами. Ice 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 и Йоку. Это звезды что с одной стороны, что с другой. То есть у обеих команд очень крутые оффлейнеры, которые фору дать могут любому оффлейнеру любой команды. И тут они склеснулись. На самом деле, хотелось бы посмотреть этот лайн. Как будто здесь могли... Ну, вроде здесь два серьезных парня. Но на самом деле игра очень равная. Вы видите, что происходит. Йоку. 18 на 8. У Ice 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 11 на 4. Это при том, что он милишник. При том, что он стоит в сложной. И ничего такая. Сдержится. Йоку его не сильно напрягает. Shadow Strike. Пошел у нас от Йоку. И сразу же DK от Ice Ice Ice. Обмен любезностями. Наваливает по горбу у нас Квапе. Ну, Квапа размансовать может. Во-первых, блинки есть. Во-вторых, ранжевая атака. Йоку, по идее, должен Ice 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 напрягать нон-стоп. Прилетает Ботл у нас для Queen of Pain. Кстати, теперь можно за Ice Ice и прыгнуть. Йоку не прыгает. Хотя там бы здесь нет. Можно было и подраться. Томпстон только сейчас Ice 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 у нас прокачал. Кто знал? Я знал. Йоку вряд ли об этом знал. Инвокер на мидлейне. 23 на 4 у Супера. У Резолюшена 28 на 7. Бестмастер обгоняет Инвокера на мидлейне. Да, дэмэджа у Инвокера не так-то много. С другой стороны, есть фейсбуцы, есть но у Талисман. Это встроенного немного. Плюс 27 еще дополнительного. У Резолюшена 81. А здесь 90. Почти 90. 89 у Инвокера. Можно же драться. Тем более, что есть Ренж, тем более, что есть Харас. Но с другой стороны, здесь есть Кабан, который тоже неприятно делает Инвокеру. Подошел Ice 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 на мидлейн. Ты свои дела сначала реши, Айс. В это время фармит Йоку. У Йоку уже 25 на 16. На легкой линии команды Вичи Гейминг. Хао 18 на 3. Против него Сайлент 29 на 7. У Хао проблемы. Вот кому действительно нужна помощь, так это Хао. Не Суперу на мидлейне, который играет на Инвокере. ЕМП колд снэп. У Супера пока что без Торнадо. Ну, 6-й левел. Вот и Торнадо, вот и ЕМП. Будем смотреть, что там с Резолюшеном выходит. По Тауэрам смысла это делать немного. Лучше дать спуститься Резолюшену куда-нибудь на Лоу Граунд. И там попытаться с Хай Граунда поднять ветра Бестмастера. Ну, это не ветра, это Торнадо. Немножко другая тема. Финрир, Хао и Эфай. Видят с Хай Граунда Алоха Дэнса. Пошел у нас ветер от Супера. Поднимают Олэсон Афлай. ЕМП под ноги. Олэсон Афлай даже от брейнсапиться в данном случае не мог. Развалили очень быстро у нас саппорта команда Эмпайр. Алоха Дэнс. Откидывается в Хао Льдом. Погоня дальше за Алоха Дэнсом. Ланс через секунду. Хао не рискует. Здесь есть Резолюшн. У него есть Праймал Рор. Отгоняют. В итоге у нас Резолюшн. Одним своим присутствием Инвокер смог навести страх в рядах команды Эмпайр. 6,5 минут. По голде Эмпайр выигрывают 1800. По экспириенсу они выигрывают 1000 с копейками. У Сайлента 41 на 11. По голде 2000 Эмпайр, по экспириенсу 1200. Все это в пользу команды Империя. Выигрывают практически все лайны. Так, смотрим на... Давайте вообще на Нетворце посмотрим. Ой-ой-ой. Супер выигрывал, выигрывал. Точнее у Резолюшн выигрывал, выигрывал у Супера. В итоге у Супера 2800, у Резолюшн 2700. Вот, казалось бы, по фарму Резолюшн получше. 34 на 8. А здесь Инвокер 34 на 7. Ну, еще и Кабанами подкармливал все время. Супер Резолюшн. Теперь... Теперь Инвокер в топе. Теперь Инвокер в топе. Обгоняет его только Сайлент на Луне. Тут у него абсолютно комфортная жизнь. Сайлент должен был чувствовать себя раскованно. Сайлент должен был фармить лучше всех. Так и получается. Переключаемся на КС. Так, Квин оф Пейн в это время забирает у нас Андаинга на... Легкой для себя линии. Йоку в соло забирает Андаинга. У Андаинга 0.1. У Йоку 1.0. Первая схватка и... Конечно же, я ее пропустил. Давайте по артефактам пробежимся. У Луны уже есть... Да ладно. У Луны уже есть хедреска. Сайлент идет у нас в Мекку. Жуткая тенденция современной Доты, когда игроки, которые должны убивать с руки всех и вся, они собирают Мекку у нас. И фактически до такого позднего мидгейма вынуждены быть саппортом. Хао против Алоха Дэнс. Ну и Алоха Дэнс в итоге здесь умирает. Правда, Хао тоже у нас отъехал. Отъехал от Сайлента. Безусловный плюс и Сайлент у нас. По Торнадо попадает. Но и Супер вряд ли его здесь отпустят. Андаин забирает в итоге Сайлента. По итогу размен 1 в 2 потеряли игроки команды Империи и саппорта, и мейн керри. В размен на мейн керри команда Вичи Гейминг. В плюс, конечно же, для ВГ. Графики поползут вниз. Это безусловно. Так, по шмоткам. Смотрим, что у кого. Луна выходит в Мекку. Я уже говорил, чейнмейл есть. Готовится выйти в Баклер. Хедреска уже готова. Так, в это время у нас Йоко сражается с Фенриром. Шадоу страйк на Фенрира. Фантом Ланцер доняет у нас Фенрира. Фраг никому не достается. Йоко в печали. Йоко лучше бы отсюда уходить без маны. Особенно здесь не подерешься. По сути, у нас хаос задонавил своего героя. Это все было классно. И тут приз все получили. А по статистике у нас не произошло ровным счетом ничего. Ни в плюс, ни в минус, ни для одной из команд. Теперь к шмоткам. Наконец-то мы сможем посмотреть, у кого что есть. У Бисмастера есть уже Staff of Isidre, и Белт оф Стрэндж. Резорюшину осталось накопить тут 400 до появления первых некров. У Бэйна ничего вообще. У Йоко на квапе. Пауэр Трэд, Сроп оф Зе Мэджик и Мэджик Вонт есть. Ну и 700 сверху. Для Туска тоже абсолютный тухляк. Ничего интересного. И Сайлент. Сайлент в принципе на баклер себе накопил. Осталось 900 копеек до появления Мекки. У Сэнд Кинга. 1900 на руках. Фай. Фай теперь даже этих ребят может фармить у нас. Фай крипов научились отводить. Фай. В топ коллективе играешь. Как не стыдно. Сэнд Кинг может фармить теперь через Сэнд Сторм даже этих ребят. Они теперь восприимчивы к магии после обновления под номером 684. Так что Файу раздоли абсолютное в лицо. Вот у Файа сейчас уже появится Даггер. Минуты наверное до 12 должен быть в руках. Даггер. Он на лайне крипов не очень фармит. Бедняга и Фай. Так. Луна у нас приседает по ХП. Все это на нижнем лайне. Убивают Сайлента. Минус 1 делает команда Вичи Гейминг. Минус 2. Бейна отправляется в таверну. Йоку отсюда валит. Соник Вейв есть. В кого проязать непонятно. Там Ба стоит. Он Дайенк у нас в форме. Поэтому файтится вряд ли получится. Маны куча. ХП куча. Сул Рип прокачан на 2. Подхилить любого не проблема. Команда Вичи Гейминг начинает давить по низу. Я думаю где-то уже... Вот это разорался здесь Йоку. Все было конечно хорошо и интересно. Дайенк отправился в таверну. Но после этого Йоку отправился в таверну. Алоха Денс приземляется после Торнадо. Сразу же в Сноубол. 77 ХП. Алоха Денс надо отсюда убегать. Ненадолго. Алоха Денс у нас отошел. Убивают также Инвокера. Пока что размен 2 в 2. Погоня за Хао. Доппергангер еще 20 секунд. Будет отсутствовать. Ну и Резолюшн вряд ли Хао здесь отпустит. Солвесу на Флайм. И Некра здесь. И удары с руки. Кабан замедляет. Резолюшн забирает этот фраг. Счет становится 7-7. Номинально 7-6. В пользу команды Вичи Гейминг. По Галде Эмпайр. Потратили все абсолютно. И по Экспириенсу свалились вообще вниз. Вичи Гейминг выходят вперед. Ну что, теперь по шмоткам команды Вичи Гейминг. Сэн Кинг. Уже имеет Даггер в Курьере. Под 0 закупился ФВА. У Инвокера есть Фейсбут Си. Есть у нас No Talisman, Robe of the Magic и Urn of Shadows для Хао на Фантом Лансере. Так, 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 так. Для Хао на Фантом Лансере. Ничего, скоро появится ПТ, Брасер и Аквила. Пейл не самый богатый в данном матче. Так куда тут вообще до богатства Пейл еще фармить и фармить? Пятое место у нас у Хао. Более абсолютная команда Вичи Гейминг. Айсай Сайд, в свою очередь, насобирал себе Аркан Бо Ци. Есть у него Magic Wand. Ну и, в принципе, все. Танго-манго. Манго для Undying. Ну, это, понимаете, это все бесполезняк абсолютный. Рубик тоже у нас без артефакта. По артефактам, конечно, Эмпайр поинтереснее смотрится. У Беста уже скоро появятся вторые Некра. Уже можно начать будет пушить. Было бы чем отпушивать команде Вичи Гейминг. Ну, супер, отыгрывает классно на Инвокере. Принимает участие в большинстве файтов. Ну, вы видите, 2 килла, 4 асиста. Супер у нас вообще вездесущий. В каждом файте можно наблюдать его присутствие. Ага, хороший мидер. Залог успеха команды. Доппельгангер у нас от Хао. Хао решил не рисковать. Потратил немножко маны и ушел отсюда. 50 маны не так критично. Под Смаком. Командовичи Гейминг. Кто куда, кто куда. Хао улетает на мидлейн. Ну и все. Это значит, что команда Эмпайр может смело забирать Тауэр на топе. На мидлейне у нас Супер. На мидлейне у нас Хао. Еще здесь в спину потенциальному ТП от команды Эмпайр зашли Финрир и Фуай. Правда, никто не прилетел. Топлейн забирает команда Эмпайр. А сами, наверное, не успевают дефать мид. Да, мид достается у нас ПЛ. И по одному Тавру разменялись. Ну и низ еще здесь. Еще и низ горит у команды Эмпайр. Все, в принципе, заденайть должны. Луна денает у нас Тавр. Томп Стоун не успевают добить, скорее всего. Хотя, 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 да. Успели, успели. 150 копеек заработали. ЕМП за ивейдили и дальше за Супером. Супер. Гост Волк сразу же. Финрир украл Люсен Бим от Сайлента. Четвертый Люсен Бим. Не самая приятная штука. При том, что маны у Финриро достаточно. Йоку уже готов был орать на ФА. Соник Вейв от Йоку. Вовремя был остановлен. Ну, понимает, что есть даггер у ФА. Поэтому беды можно ожидать откуда угодно. Квапа в это время забирает Рубика. Рубик в Таверну. Минус один делает Эмпайр. Уэсфон офлайн на лох ЭП. Но уже возле Фонтана не критично. Тут тебе ни Зевсов, ни Аппаратов. Не страшно вообще. По золоту Эмпайр вырываются вперед на тысячу. По Экспириенсу 500 голды тоже для команды Империи. Вичи Гейминг смотрится хорошо, ровненько, интересненько. Все это, безусловно, зачтется им в лейте. Потому что пока тот же Айсайсай смотрится уверенно супер. Все это время создается пространство для фарма Фантом Лансера. Он, конечно, не очень им пользуется. Это его личное дело. На барабаны уже накопил себе Хау. 15-ая минута, в общем-то, можно играть. Эмп под ноги Резолюшену. Куда ты делся Резолюшен? Я не понял, куда делся Резолюшен. Да ладно, потом разберемся. Минус два уже делает Вичи Гейминг. Сами теряют Эндайинга. Погонят за Супером. На нем есть у нас Урну в Шадоус. Надо еще одну бросить. Супер выживает пока еще. Алоха Дэнс у нас через Сноубол забирает Супера. 3 в 3 размен. Сам отдается. 4 в 3. Хау живой. И Хау еще и денег заработает здесь на Сигиле, я думаю. Удачно прячет у нас Ускар свой Сигил. Счет становится 11-11. ПЛ файте 700 копеек поднимает. Зачем так фидить? Зачем Эмпайр организует эти файты? Непонятно. В итоге Т1 по мидлейну Эмпайр не забрали. Потеряли 4 своих игроков. Умирает мидер. Умирает мейн керри. И у Сайлента КДА становится 1-3-5. Хуже этого я даже не знаю что для команды Эмпири. По голде они сейчас должны уже начинать отставать. По экспириенсу уже в 1000 скатились вниз в пользу команды Вичи Гейминг. Пока что Хао есть чем контрить, но его не контрят. Видит у нас Резолюшн Хао. Наорал на Хао и так далеко Сайлент. Доппельгангер от Хао не проюзан. Здесь Некра должны Хао в итоге настрелять. Налог ХП Хао, Люсенбим от Луны. И плюс для команды Империя. 17 минут. По итогам этого файта 660 зарабатывает команда Империя по золоту и 1300 по экспириенсу. Все в плюс. Все в дом, все в дом. Вичи Гейминг очень сложно действует в этом матче. Это напоминает прошлую игру. Только вот команда Импайр. Айсайсайз заходит на хайграунд. Под инвизом Айсайсайз. Тамбу будет ставить и готовится, я думаю, файт. Просто ворваться. Бэйфайу надо бы отойти. Айсайсайз видят. Вард очень удачный поставили. Айсайсайз ульта. Томмстон под ноги. Алоха Дэнс начинает валить отсюда. Солри по нему подкоп от Эфвая. Сэнд Сторм под ноги Алоха Дэнсу. Алоха Дэнс отправляется в таверну. Минус один делает команда Вичи Гейминг. Потратили. Многовато, конечно. Тут и тебе ультан Дайнга и томмстон. Важный спелл для команды Вичи Гейминг. Ну, с другой стороны, спеллы откатываются. А файты оседают в карманах в виде денег, в виде экспириенса. И почему их копить, почему ждать, если можно реально подзаработать в данной ситуации. Одиннадцатый левел Супер. У Супера уже есть Обливиан Став 1 у Айсай Сайса. Ничего нового. У Рубика появляется Ринго Фриген. Готовится выйти в Форста Финрир. Больше некуда. И у Сэнд Кинга появляется Аркан Буцин. Тоже под ноли фай скупился. Сайлент с Меккой. Ай, зачем? Ай, зачем? На самом деле, все чаще я наблюдаю, как наказывают такие мувы в коллективах любого ранга. Абсолютно. Если там... Ну, СФ с Меккой, это еще понятно. Это раз на раз, как пойдет. А вот Майн Керри, который собирает Мекку, ну, немножко странно. Это тебе не Вайпер, которого будут долго-долго разбирать. И для которого Мека это еще плюс 6-7 секунд жизни. С другой стороны, Империя получше знает. Цепляет у нас ФВА. Праймал Руор, по-моему, был. Да, Праймал Руор был от Бестмастера. Резолюшн в итоге забирает этот фраг. И Резолюшн 2.1.3 имеет КДА. 13.2 впереди команда Империя. Так вот, эти Майн Керри, которые тратят 2000 со старта игры на покупку Мекки, смотрятся вообще не алло. С другой стороны, кому собирать Мекку? Тот, кто фармит, это Сайлент и Резолюшн. Из них, конечно, легче было бы собрать Сайлент. Ну и вот Мека на Сайленте. Эта Мека на Сайленте не спасает ему жизнь. Подняли в Торнадо. Убили здесь еще и Бэйна. В итоге Бэйна. В итоге минус 2 делает команда Вичи Гейминг на ровном месте. 607 голды, 1200 экспириенса. Вичи Гейминг графики отправляют 100% вниз и будут давить команду Империя. Тут никуда от этого не деться. Инвокер поднимает левел. У него скиллы становятся мощнее. У него появляются необходимые артефакты. Обливент став уже есть. И орки для супера тоже имеются. Все, теперь из файта будет выключаться, например, Бэйн. Или, например, Квапа. У Квапы тоже, кстати, есть оркид. Кто в кого даст. Первый, кто успеет хотя бы что-то кастануть. У Квапы больше шансов ворваться. Хотя из инвиза точно так же заходит у нас инвокер. Тоже не проблема. Такое тут в войной реакции будет. У Бестмастера. Третий Некра. Даггера пока что резолюшна нет. Ни даггера, ни аганима. Но он тут больше в пуш потенциал. Это при том, что Эмпайр не пушит. Они спушили за 20 минут. Один Тауэр. Т1 на топе. Все. В прошлой игре на 21 минуте они уже заходили на хайграунд. И через полминуты команда Вичи Гейминг написала Good Game Well Played. Это действительно было Good Game. И действительно это было Well Played. Теперь команда Эмпайр не совсем внятно выглядит. Супер, а увидели. Сразу же, моментально. Торнадо, ЕМП под ноги. Резолюшн без маны. Ни тебе Праймал Рор, ни тебе Топоров впитывает в себя полностью Эпицентр. Минус 1 делает команда Эмпайр. Хотя Вичи Гейминг втроем уже слились. Не туда я обращал внимание. Алоха Дэнс у нас за ФА. ФА под копы бежать отсюда. Еще есть Сноубол у нас. Полетел в ФА. 4 в 1 дерется команда Эмпайр. Неплохой на самом деле байт. И Тим Вай под команда Эмпайр. Одного резолюшна потеряли. Того, кого подняли в Торнадо, выжгли все ЕМП. И вроде бы слакомый кусочек, такой сладкая цель для команды Вичи Гейминг. А по факту в пятером слились. Ну так файтиться можно. 18-15. По голде здесь Эмпайр очень много подняли. Еще и Рошан. Как вишенка на торте. Тут десерт для команды Эмпайр. Ну и понятно, что никаких шансов Вичи Гейминг сюда попасть не остается. Падает Роха, скорее всего, для Сайлента. Нет, Квапа забирает. Квапа. Жадный Йоку забирает себе... Забирает себе... Аэгис. Подумали, видимо, что у Луны есть Мека и Барабаны. И... Ага-ха-ха-ха. Физическую боль доставляет такой Итем билд. Мейн Керри смотрится немножко стрёмно. Резолюшн у нас. На Лоу ХП. Все потому, что Супер настрелял ему неплохо по горбу. Здесь тебе и Колд Снэп и Торнадо. Еще и Урнов Шадоус от Супера. На Лоу ХП уходит у нас Бестмастер. Экзорта никакого, да. Экзорта никакого. Поэтому никаких Сандстрайков Резолюшена здесь добивать не будет. А Супер мог бы. Супер вроде со скиллом дружит. Так вот. Луна отстает у нас. Луна на данный момент не имеет артефактов, которые ей необходимы. Вообще. Ни единого важного артефакта для Сайлента. То есть потенциал Луны исключительно измеряется в количестве демеджа и той боли, которую он наносит своим оппонентам. Причем АОЕ демеджа, масс демеджа. Пока что из дамажащих вещей Сайлента это Эклипс. Все. С руки Сайлент бьет 150, но скорость атаки небольшая. Демедж тоже небольшой. Сам по себе до появления БКБ Сайлент уязвим. Ну, смотрится вообще не алло. У ПЛа столько же демеджа. Ну, ПЛ у нас тоже в барабаны собирается и ПТшку. Ну, ПЛ это понятно. ПЛ это понятно. Луна вообще убер дамажащий персонаж, который должен бить быстро по всем, который должен сносить линию за линией. А по факту у Сайлента роль санитарки здесь. Есть мека, есть барабаны. Вы будете быстро бегать и будете живы, и я буду бесполезным майнкеррием. Ну, такая стратегия, в принципе. Хотели массово комбинацию устроить. Так, это Гвардиан Грифс уже у кого-то. Да, Андайенг уже у нас Гвардиан Грифс. Уже у нас команда Вичи Гейминг до ужаса живучая. Еще и Сол Рип от Андайенга. Половину ХП себя Сайл Сайс восстанавливает на ровном месте. И теперь Андайенг очень грозная цель. Очень грозная. И команде Эмпайр лучше бы подальше держаться. Сигила дается у нас супер лишние 120 для мидера команды Вичи Гейминг. По голде Эмпайр все равно впереди. Но это этот Тим Вайп. Решил 4000 в плюс Эмпайр. По экспириенсу 6000 тоже Империя. Заходят в бок команды Вичи Гейминг. Эпицентр Уэфа есть. Томп Стоун через 15 секунд. Надо заходить уже сейчас. Торнадо пошел у нас по Алоха Дэнсу. Забирает у нас Люсин Бим. А что же еще можно было забрать? Финрир. Always Wanna Fly. Ловит у нас Сайленс. Ну и врывается дальше в Сноуболе вместе с Алоха Дэнсом. Куда же вы ребята ворвались? Даблкил на ровном месте. Ф.Y. Забирает у нас сразу двоих игроков команды Эмпайр. Начал орать здесь Йоку. У Йоку есть если что ульт. Нет, уже нету. Йоку уже разорался у нас. Немножко пораньше. Ну и что? Два в ноль. Два в ноль. Йоку быстрее отсюда бежать. Блинк аут. Тэп аут. Йоку отсюда уходит. Два фрага подарили игроки команды Эмпайр своим оппонентам. Абсолютно бесплатно ничего за это не получив. Потратили ульты. Потратили время. Потратили двух игроков. Ничего взамен не забрав. F.Y. По-прежнему с Эпицентром. Развести на Эпицентр не удалось. Да и сложно вообще с Эмкингу кастовать Эпицентр если это не врыв. Тут это не тот случай. Это не папа. Гра, когда ты врываешься, ставишь и начинаешь кастовать Эпицентр. Безусловно заткнута. Остановят и шансов немного. F.Y. у нас отправляется в таверну. На лоу хп здесь Сайлент. Сайлент отсюда уходит. Ну и вот она луна. Поджав по своему тигру или кто там пантера. Валит отсюда Сайлент. Он должен стоять здесь и сражаться как я не знаю как храбрый лев. По центру разваливать всех и вся. По факту у нас первый убегает из файта Сайлент. Ну и за это команда Эмпайр мне кажется поплатится. Сбивают Эйгис Йоку. Йоку дальше в файт. Нет, Йоку убегает. Йоку убегает. Мда. Супер. Отправляется в таверну. Минус 2 делает команда Эмпайр реальных фрагов. И еще сбивает Эйгис Клопы. По сути 3 в 1 подрались. Все это в пользу команды Вичи Гейминг. По голде Эмпайр спускаются до 2 тысяч по экспириенсу до 2 с половиной с шестерки. Да, против Вичи Гейминг нелегко драться безусловно. Но если драться еще таким вот образом то и шансов практически не остается. У Сайлента есть БКБ. Да, он может его провязать. Тут БКБ по сути нужен просто чтобы вкастовать Эклипс. сбросить себя например Сайлент сбросить себя что тут замедление Фантом Лансера и пережить пережить Эпицентр Сэнд Кинга. Если опять же Сайлент у нас не попадает в Телекинес из-за Телекинеса его не сносят. А могут снести демеджи много у командовичей Гейминг. Что? 2019 обновляем графики 2000 Эмпайр по золоту 2500 по экспириенсу и я это уже озвучивал. По вещам пробежимся. Бесмастер с Даггером Резолюшн вот-вот себе его приобрел. Есть Некрономикон третьего левела Бэйн с медальоном в Кураж. Скоро звездочка должна наверное появиться. Оркит есть у Йоку есть БКБ у Йоку еще не юзанный ни разу но Боттл и ПТ мы это видели у Туска на котором играет Алоха Дэнс Урн оф Шадоус Пауэр Трэдс Клака больше ничего. У Луны на которой играет Сайлент 1400 по голде в принципе в принципе больно на самом деле. Смотри 349 не такой должен быть мейн керри я думаю Эмпайр прекрасно понимает уже все это может быть думали что быстренько соберет Сайлент Меку мы будем файтиться в два раза сильнее и в два раза дольше жить а потом Сайлент в файте через Эпицентр будет делать минус 5 заработает себе и на Бабочку и на Манта Стайл и на Сатаник и все 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 будет Сайлента хорошо нет пока что не хорошо и возможно и не будет хорошо потому что файты у Вичи Гейминг поинтереснее сейчас ну что очень быстро разбирают хаул просто моментально через Праймал Руор через Некров проюзанных все что было все вкастовали и Валрус Панч здесь вот туско ну единственное кто не наорал это Йоку наорал наорал Йоку Сони Фейк все короче говоря влили не хватало еще Эклипс от Сайлента просто чтобы справиться с иллюзиями из самим Хау минус 1 делает команда Эмпайр дорогой минус 1 ну прибыльный к тому же забирают Т1 по низу Некров уже сейчас закончится крипы тоже подойдут чуть чуть попозже Торнадо ЕМП под ноги сильно здесь побили конечно Иллюзию Йоку бедняга не выдержала но вся команда Эмпайр готова файтиться так у нас звездочка уже да на Луне значит уже есть звездочка у Бэйна все Солар Крест есть для Always on a Flyer фулл саппорт в действии 2 Тауэра спушили игроки команды Эмпайр заработали по деньгам прилично здесь и нашли чем отвечать и наконец-то свою комбинацию свою сборку хоть как-то оправдали понятно что Луна имеет в этом билде здесь Драма Фендер и Смеку только для того чтобы файтиться получше и вообще какие-то командные действия выполнять Йоку получил по голове от Хау миллион раз тысяча ударов копьем по башке все Йоку отправляется в таверну блинганулся не туда поворот не туда от Квапы минус 1 делает команда Вичи Гейминг по итогу файтер 973 за 1 Йоку 735 получает у нас Undying и 200 по экспириенсу команда Вичи Гейминг тоже в свой актив записывает ну же где где обновление графиков все рисует в пользу команда Эмпайр дота подслуживает империи Финрир может сейчас встретиться с Алоха Дэнсом Алоха Дэнс уходит у нас с Винвиз и здесь есть Сентри Варт от команды Эмпайр поэтому не страшно ну и Финрир с Форстафом но без Даггера за Алоха Дэнсом бежать нет смысла Айс 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 ближе к Суперу у кого это Некра это Некра Резолюшена я думал это Некра командовичи гейминг тогда вообще печальная история была ну знаете Эмпайр выигрывает 4 по голде выигрывает 2000 по экспириенсу но знаете есть такой легкий налет недоверия к пику команды Эмпайр и к его реализации все мне кажется что этот ПЛ с ног на голову перевернет данную катку уже есть Мантаст нет Мантастайл еще нет рецепт на Мантастайл есть у Хао и остается 1100 после этих крипов нафармить Хао до появления Мантастайла смотрим на Сайлента у Сайлента есть Иглсонг наконец-то Сайлент пошел в дэмэдж пошел в бетерфляй если Сайлента саппортить если Сайлента сейвить если Сайлента бафить тем же Солар Крестом то в принципе Луна может файтиться но проблема в том что на 32 минуте у Сайлента ну 200 дэмэджа с руки но это не Луна это представьте что у Дровки на 32 минуте было бы 200 дэмэджа с руки это немножко странно было бы Луна имеет плюсик абсолютный плюсик вот он этот плюсик это дополнительные 38 урона которые сами по себе делают ее вообще машиной для убийства а шмоток на дэмэдж нет 25 сейчас дает Иглсон позже будет 60 от Бабочки да это все хорошо и классно вот ну к 32 минуте если бы в дэмэдж собиралась Луна уже давным-давно был бы Манта Стайл была бы Бабочка и может даже какие-то криты замаячили бы на Горизонте или например например Доминатор превращался бы в Сатан короче дэмэджа было бы больше и Сайлент был бы живее гораздо БКБ никуда не исключают так ловят у нас Алоха Дэнс такая тут разгольствовалась ЕМП полностью в Алоха Дэнса его отсюда не отпустят Найтмэр Лосуна Флай отправляет у нас Алоха Дэнса сам уходит в таверну минус 2 делает команда Вичи Гейминг и вот вам Сайлент все поджал хвост на Пантере побежал отсюда не Сайлент конкретно а Луна в руках Сайлента сам-то Сайлент еще тот боец в любую задницу влазить готов и разваливает там по 5 человек здесь еще умирает и Квин оф Пейн Йоку вообще не кстати погибает у нас в третьем составе команды Эмпайр и Вичи Гейминг после того как сделали минус 3 смело могут идти забирать Т2 по топ линии минус 3 33 минуты сыграно Сайлент юзает БКБ чтобы уходить БКБ не для файтов БКБ для того чтобы убежать я ни в коем случае не Флеймлю конкретно на Сайлента не Флеймлю даже на команду Эмпайр в данном вопросе в данной сборке эта тенденция касается не только команды Империи это касается каждого коллектива это эти СФ с Меккой и Юулами Мекки, Юулы, Даггеры но Даггер еще ладно куда не шло Мекка, Юул на СФ это смотрится это смотрится стрёмно говоря простым языком но СФ еще привычно хоть как-то мы скрипя сердцем привыкли к данной сборке СФ я говорю о зрителях комментаторах игроки давным-давно привыкли но Луна такая мощнейшая фигура такой серьезный ДДшник и его превратить в переносную аптечку в санитарку которая бегает по полю боя хилит всех Меккой и все что может это вкастовать Эпицентр о Эклипс точнее таким образом Луна превращается у нас в некое подобие ЦМки с БКБ которая просто во что бы то ни стало надо вкастовать Фрисфилд ульту свою то есть просто не трожьте меня я буду кастовать и Сайлент то же самое делать БКБ чтобы не убили БКБ чтобы вкастовать Эклипс с руки бьет слабо бьет слабо бьет медленно все это не смотрится Эмпайр потеряли все преимущества это не много не мало 5000 по голде по экспириенсу с 4000 преимущества уже до 6 поражений скатились Вичи Гейминг пока Т2 пытается спушить команда Эмперия по миду развалили Т2 по низу заходят на хайграунд ну и все смотрим стоит ли чего-то Луна готова ли она файтиться и будет ли здесь камбэк камбэк уже необходим команде Эмпайр тут как воздух и будет камбэк а не будет в Эмпайр ничего будет третий матч минус Бэйн делает это в соло в принципе супер ну и фраг забирает себе Айсайсай с просто последним Дикей нижний лайн падает на Орала Квапанна Хао Хао фиолетово у него есть Аегис у него есть Манта Стайл у него есть Барабан у него все есть ну что пошел файт возможно последний файт в этом матче минус 2 уже делает команда Вичи Гейминг Эклипс пошел от Сайлента БКБ Эклипс Хао юзает Манта Стайл и Эклипс никого не убивает а вот Сайлент отправляется в таверну СФ тут при смерти еще и взрывался и мог кого-то забрать забрали мейнкерри забрали двух саппортов оффлейнер и мидер живы нижнего лайна нет 36 минут ВГ повторяют то что делали игроки команды Эмпайр за 22 минуты в прошлом матче 7500 по экспе так ФВА врывается на резолюшн а Сайлент по нему а где кстати где Эпицент нет не будет сегодня Эпицент без этого забирают резолюшн Always One Of Life таверну ну да тут слишком слишком сильно повеяло в воздухе гуд гейм минус 4 делает команда Вичи Гейминг зарабатывает тьму вообще экспириенса голды посмотрим наверное Эмпайр будут еще сражаться есть смысл в принципе специально не смотрю что тут по таймингу данного матча сколько он длился чтобы не ожидать конкретно какого-то окончания и финала ну что-то мне подсказывает что близится игра к концу данной и увидим мы третий матч в данном противостоянии тем лучше для нас в принципе хотя да что я говорю я же знаю что игра закончилась что точнее данный Best of 3 имел 3 матча 3 игры значит тут Вичи Гейминг таки додавят своих оппонентов по голде 8000 в пользу Вичи Гейминг по экспириенсу 14 для Вичи Гейминга как все начиналось для Империи 6 плюс экспа 5 плюс деньги все хорошо все интересно пока Луна Меку не собрала сейчас есть Баттерфляй но на 40 минуте согласитесь стыдно иметь на Луне из дамажащих артефактов только Баттерфляй фармить не надо в принципе на Луне делаешь Райт Клик она сама все решает и по золоту Луна тоже у нас проигрывает Хао совсем чуть-чуть то есть почти топ Нетворст на карте у Луны а смотришь смотришь что это все это выглядит вообще не алло 3-5 Кда здесь у Хао 6-5-17 Кда Смотрим ну что Дом Стоун у нас пошел от Айсайсайса файт на мидлейне Йоку Соник Вейв на Хао Хао даже меньше половины ХП просел врывается у нас Алоха Дэнс Валдрус Панч по Суперу Супер живой под БКБ Алоха Дэнс отправляется в Таверн в Таверну точно туда же отправляется у нас и Бэйн и все и все файт закончен Т2 падает Айсайсайс под ультой почти фуловая вся команда Вичи Гейминг Хао Аэгис еще не потерял Хао даже умирать в принципе можно 21-30 минус 2 делает ВГ готовы заходить по мидлейну вторая линия у команды Эмпайр сейчас начнет трещать крипы есть поэтому никакой дополнительной защиты для Таверов нет крипы подошли машинка подошла машинка уже стоит валит по Таверу крипов достаточно быстро Вичи Гейминг разваливает все горит у нас Т3 Т3 разваливает Сайлент может издалека побить Люсенбим все на что способен Сайлент Фенрир врывается на Сайлента половину ХП сносит просто за Телекинез то о чем я говорил Сайлент с таким набором артефактов не переживает Телекинез Телекинез и подкоп и Сайлента нет по сути его луны точнее у него в руках ну что жалко 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 с другой стороны с другой стороны это наука такой опыт тоже опыт для команды Эмпайр свитч гейминг шутки оказались плохи команда Эмпайр проигрывает вторую катку данного Best of 3 и нас ожидает главный матч данного гранд данного финала Виннеров решающий третий матч в катке в формате Best of 3 там все решится ну я знаю как все решится ВГ свалится вниз а Эмпайр пойдут вверх ну посмотрим как это было что тут душой кривить мы понятно что все инфой владеем напомню еще раз это ребродкаст матча в прямом эфире вот трансляция матча который прошел у нас 9 мая ну и дальше у нас еще будет гранд финал который тоже был 10 мая в котором опять же Эмпайр встретится с топ коллективом на данный момент в мире по всем рейтингам команды Vici Gaming 2-3 минуты перерыв я пока загружу наш третий матч сегодняшнего дня и услышимся в прямом эфире через 5 минут спасибо спасибо Субтитры создавал DimaTorzok